Субтитры делал DimaTorzok 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 Боханов Александр Валерьевич Субтитры делал DimaTorzok 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 В качестве которого может быть защитник, то есть адвокат или иное лицо, о участии которого в процессе вы будете заявлять в ходатайство, либо один из ваших родственников. Имеете право выступить по доводам представления жалобы, имеете право представлять дополнительные доказательства об обосновании доводов вашей жалобы. Имеете право знакомиться с протоколом судебного заседания и давать на него замечания. Имеете право обжаловать решение апелляционной инстанции, получить его в обе. Кроме того, в соответствии с законом вы имеете право осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим кодексом и незакрещенные законом. Возможность пользования данными полномочиями решается председательствующим с учетом требований законодательства Российской Федерации. Далее, кто такой председательствующий? Председательствующий в судебном заседании, руководитель судебным заседанием, принимает все предусмотренные и баллонно-прациальным кодексом меры по обеспечению состязательности и равноправия сторон. Председательствующий обеспечивает соблюдение распорядка судебного заседания, разъясняет всем участникам судебного разбирательства их права и обязанности. Порядок их осуществления также знакомит с рекламентом судебного заседания, установленным главой 257-й уголовно-прациальным кодексом. Возражение любого участника судебного разбирательства против действия председательствующего заносит в судаку судебного заседания. Рекламент судебного заседания. Статья 257-я уголовно-прациального кодекса. При входе судей все присутствующие в зале судебного заседания встают. Все участники судебного разбирательства обращаются к суду, дают показания и делают заявление в суде. Отступление от этого правила может быть допущено с разрешения председательствующего. Участники судебного разбирательства, а также иные лица, присутствующие в зале судебного заседания, обращаются к суду со словами «Уважаемость вы, как судья, ваша честь». Судебный пристав обеспечивает порядок судебного заседания, выполняет распоряжение председательствующего. предательствующего требования судебного пристава по обеспечению порядка судебного заседания обязательны для лиц, присутствующих в зале судебного заседания. В статье 258 уголовно-прационного кодекса предусмотрены меры воздействия за нарушение порядка судебного заседания. При нарушении порядка судебного заседания неподчинения испоряжениям председательствующего или судебного пристава Лицо, присутствующее в зале судебного заседания, предупреждается о недопустимости такого поведения, либо удаляется из зала судебного заседания, либо на него налагаются денежные взыскания в порядке, установленном в статье 117.118 уголовного процессуального голоса. При неподчинении обвинителя или защитника о распоряжении председательствующего слушание уголовного дела по определению или постановлению суда может быть отложено, если не представляется возможным без ущерба для уголовного дела заменить данное лицо другим. Одновременно суд сообщает об этом высшестоящему конкурору или в адвокатскую палату соответственно. Подсудимый может быть удален из зала судебного заседания до окончания принес того, при этом ему должно быть предоставлено право на последнее слово. Приговор в этом случае должен провозглашаться в его присутствии и объявляться ему под расписку немедленно после провозглашения. Вы, Буханов, как участник процесса в рефляционном порядке, имеете право на выступление не только по доводам жалобы, но и на выступление в премиях и с последним словом. Статья 117 и 118 Уголовного процессуального кодекса предусматривают такие меры процессуального воздействия, как денежное взыскание и порядок наложения денежного взыскания в случае нарушения порядка судебного заседания. Статьей 241 Уголовного процессуального кодекса предусмотрено, что разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением случаев, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом. Переписка, запись телефонных и иных переговоров, телеграфные, почтовые иные сообщения лиц могут быть оглашены в открытом судебном заседании только с их согласием. В противном случае указанные материалы оглашаются и исследуются в открытом судебном заседании. Данные требования применяются и при исследовании материалов фотографирования аудио- или видеозаписей и на съемке, носящей личный характер. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, вправе вести аудиозапись и письменную запись. Проведение фотографирования, видеозаписи или киносъемки допускается с разрешением председательствующих судебных заседаний. Лицо в возрасте до 16 лет, если оно не является участником уголовного судопоизводства, допускается в зал судебного заседания с разрешением председательствующего. Ваша честь, Вы замечательно зачитали, более-менее мне стало теперь кое-что понятно, но однако остались некоторые вопросы. В частности, Вы сообщили о том, что я имею право на представителей, для этого я должен заявить ходатайство в ходе судебного заседания. Но ведь я так понимаю, что представители также могли и написать апелляционную жалобу подачу, то есть до самого судебного заседания я имею право на представителей. Мне хочется узнать, каким образом реализовать право на представителей как до судебного заседания, так и после. то есть удаленно я же вам объясняю что мне непонятно начал попали слышали все мои слова не понятны слова понятно спасибо присядьте я же говорю о том что у меня непонятно право мне права я возражаю против действия председатель свящего ввиду того что я говорю мне права непонятны а судья говорит присядьте я повторяю права не понятно как реализовать это первое право разъясню и вы заявите что вы хотите я должна услышать итак у вас есть право на заявление ходатайся и право на представителя вашей апелляционной жалобе тут есть какие-то как это представитель потому что она написана от вас и от представителя некой ивановой значит никаких данных у личности ивановой жалобе не приложено кроме того у нас искусное судоговорение это раз и обязательно личное участие в суде всех участников процесса в связи с этим вопрос к вам нуждаетесь в помощи представителя я вам ваш честь отвечу на сегодняшний момент я не нуждаюсь в помощи защитника у меня есть мой защитник иванова ирина александровна которая мне постоянно помогает писать жалобы я прошу признать что она у меня уже как пятый месяц она мой защитник она мне пишет жалоба я возражаю просто 10 потому что я поясняю что она пишет вот эту жалобу который мы рассматриваем она ее написала она как это не имеет отношения и так заявите свое ходатайство секунду по защите куда в смысле по представитель вы заявите данном судебном заседании вы являетесь заявителем и у вас может быть представитель ходатайство разрешить ходатайство которые имелись в апелляционной жалобе и там как раз таки указано про как будто он не проще не должны положить свое ходатайство вот в настоящий момент мы решаем вопрос о представителе понял хорошо ходатайство признать мое право признать ну ваш честь на самом деле я позвольте на вернусь но мне права не понятно на представителя как я могу ходатайство здесь мне непонятно как не имею ли я права вне судебное заседание по данному делу кто будет обжаловать все права все права которые распространяются на ваши действия непосредственно судебном заседании понятно нет а кто будет обжаловать вот вплоть до есть почти кто будет обжаловать если вот сегодня например она не смогла полномочия полномочия суда апелляционной инстанции ограничиваются настоящим судебным разбирательством ваши права по дальнейшему обжалованию не ограничиваются действиями суда апелляционной инстанции и моими лично поэтому я хотел бы еще по этому делу так понятно не совсем ваш честь я хотел бы поэтому чтобы не было разъяснено право начиная с сегодняшнего момента и вплоть до есть причина защитника такого такого права законом не предусмотрено у вас есть в принципе право на представителя любого можете вы его использовать это право как в настоящем судебном заседании и других каких либо судебных разбирательствах или других общениях с иными органами и организациями я понял настоящем судебном разбирательстве мы идем идет речь только лишь об одной апелляционной жалобе это предмет и предметом обжаловании является только одно постановление суда о котором я объявила самом начале ничего иного судебном заседании сегодня мы не рассматриваем и права ваши связаны только с этим вопросом только с этим предметом которые я вам разъяснила права связаны только с этим предметом я услышал для себя главное мне стало понятно вы сказали что я имею право пользоваться представителем в любой момент в любой люк судьбы на государственном органе в том числе это понимаешь судами соответственно у меня право есть безусловно она есть предусмотрена конституции российских отлично это право мне понятно в том числе что я имею право пользоваться услугами защитника не ограничено поэтому я прошу в связи с этим признать мое право а получать защиту от избранных мною защитников это иванов ирина александровна который пишет повторяю меня жалоба признать право получать что юридическую помощь от ивановой ирина александровна председателя общественного движения общественного контроля порядка а также от усманова рафаэль раисовича признать право пользоваться юридическими услугами а также пользоваться помощью при составлении жалоб ходатайств по данному делу уточните пожалуйста присутствует ли в настоящее время иванова и усманов суде вот в данный момент в данный момент они не явились но это уже другой вопрос это я прошу признать их нет где данном месте в здании московского областного суда они могут быть если я все никак не отстрою связь почему-то не подключаются они могут по средствам видеоконференции вы же в основном суда не правильно я отвечу вам сразу другой ответ они могут быть здесь посредством видеоконференции понятно то есть их нет здания суда но вы можете с ними обеспечить видеоконференции да вообще исправим хорошо значит вам это юридическая помощь от иванова и усманова нужны в настоящем судебном заседании сегодня при рассмотрении того вопроса который был поста обозначен самом начале по рассмотрению вашей апелляционной жалобы на постановление суда а честно вот в принципе иванова ирине александровна нужно однозначно а с рафаэлем раисовичем может быть пока мы можем повредить нужно да на как и у вас нет ваша честь а можно повторить потому что там немножко голоса были не можно повторить пожалуйста а я возражаю ваш честь подождите я не приняла решение вы перебиваете отложить на 14 марта я прошу заметить на жалобы порядке 125 пока 5 суток до 14 я не заявлял о допуске я не заявлял о допуске посмотрите внимательно я я сообщил что прошу признать мое право я не заявлял о допуске значит вы просили признать право только всего на юридическую помощь от данных лиц юридическая помощь от данных лиц в настоящем судебном разбирательстве представляет собой их участие в судебном разбирательстве оказание соответствующей юридической помощи я эту связь могу обеспечить я заявляю вам отвод признать право уже у вас не получится сегодня заявить отвод заявить его в следующем судебном составе я еще не закончила свое решение вот поэтому я еще имею право и возможность я не закончила вам сообщать свое решение а я заявляю отвод хорошо мы откладываем на 14 марта 2017 года на 14 часов значит заявителю возъясняется право обеспечить участие данных лиц непосредственно в судебном разбирательстве суд назначает адвоката в порядке 51 для оказания юридической помощи значит в случае если не будут не будет обеспечено участие ивановы и усманова я прошу обеспечить видеоконференцию видеоконференцию обеспечить и еще разъясняется напоминается о том что видеозапись проводится только с разрешением председателя я значит возражаю против ваших действий где вы нашли слово только настоящее время с разрешением председательствующих в настоящее время у вас на столе находится различного рода аппаратура и техника у вас тоже на крыше установлены камеры и что никаких ходатайств вы не заявляли я просто об этом сообщаю я не собираюсь я не конституционное право снимать ваши права вам были разъяснены я сказал что они непонятны судебное заседание кому я могу обжаловать ваше решение сообщите судебное заседание обжаловать кому могу разъяснить мы с вами еще не закончили работать закончим другой простой до свидания а вторая жалоба сейчас тоже будет или по двум получается по одной сейчас же будет вторая сейчас будет и и и